Сегодня у нас продолжается рассмотрение условий объективной переносимости. Если мы неделю назад дали целый ряд бурбаковских теорем условий, достаточно сложных, то сейчас мы их подрезюмируем и увидим, как этим просто пользоваться для того, чтобы решать задачу распознания объективно-переносимой термисоотношения либо необъективно-переносимой. Для этого мы введем сейчас обозначения новые, простые. Тау от кси будет обозначать, мы будем говорить, что это типизация кси. Если мы говорим, что тау от кси равняется s от чему-то, то это то же самое, просто что кси принадлежит s от чему-то. Ну, типизация кси. Дальше. Мы будем, ведем такие операции над схемами. ds будет обозначать такую схему, что булиан от ds равняется s. Ну, допустим, если у нас схема это булиан от единички, то ds это просто единичка. Дебулианизация. И понятно, что вот эта вот дебулианизация, она возможна не всегда, она возможна только тогда, когда схема имеет характер множества, то есть булиан от чего-то. Другое обозначение это p1s и p2s. Соответственно, это проекции. Если у нас схема имеет вид s1 на s2, то тогда p1 от s1 на s2 это просто s1. Опять же, p1s и p2s, они работают не всегда, они работают только тогда, когда схема у нас имеет характер кортежа. Будьте здоровы. Значит, теперь вот в этих наших новых обозначениях мы можем подрезюмировать, переписать теоремы Бурбаки в виде 11 уже более компактных утверждений. Утверждение первое. Пустое множество есть объективно переносимый терм. Ну, сразу запишем. Тау пустое множество есть p от s, где s произвольная схема. Второе утверждение. Базисные множества x1, xn. Бъективно переносимые термы. Тау xe равняется пулеан от xe. Тоже понятно. Третье. Тета1, тета m объективно переносимые термы. Тау тета i равняется булеан от тау i. Пока ничего нового. Четвертое. Тоже ничего нового. Родовая константа. d принадлежащая s от чего-то там. Тоже объективно переносимый терм. Помните, мы это долго, ну, нудно доказывали индукцией. Значит, но теперь мы можем сказать, что тау от d это и есть напрямую s. Пятое. Уже интереснее. Если у нас имеется r от t, удовлетворяющее условиям соответствующей теоремы. То есть оно объективно переносимо при условии, если t типизирован. и переносится, значит, при переносе ведет себя как объективно переносимый терм. Значит, то тогда терм вида t принадлежит st от чему-то там, такой, что r от всего чего угодно и t. Это тоже объективно переносимый терм. Значит, обозначим его кси. И чему равняется тау от кси, скажите мне? pst, да. Очень все просто. Значит, дальше. Шестое утверждение. Шестое утверждение так у нас выглядит. Если у нас кси объективно переносимый терм, тау от кси равняется, значит, ну, некая s кси. И, значит, мы знаем в нашей системе, что кси состоит из единственного элемента, то тогда сумма кси объективно переносимый терм и типизация суммы кси равняется d тау от кси, где d это вот тот наш самый дебуль. Заметьте, что если мы в какой-то момент не смогли этот дебуль вычислить, значит, уже мы не можем сумму кси применить. Но это коварный случай. Почему коварный? Потому что у суммы еще требуется, чтобы его мощность была единицей. Чуть позже мы вернемся к сумме и обобщим. Так, чего еще нам не хватает? А, ну, мы рассматривали вот что. Если у нас кси объективно переносимый терм, то проекция 1 от кси и проекция малая 2 от кси это объективно переносимые термы. Тау проекции и ты от кси равняется пи тау кси. Значит, то есть, если первая проекция, то п1 тау от кси. Если вторая, то п2 тау от кси. Работает это далеко не всегда, а только в достаточно редких случаях, когда кси имеет характер кортежа. Но как только оно имеет характер кортежа, соответственно, мы можем вот так вот типизацию вычислить. Все, что здесь перечислено, было доказано на прошлом занятии. Так, я сотру и буду писать дальше. Значит, если у нас кси это, так, это уже восьмое утверждение, объективно переносимые соотношения, тау кси равняется тау это, то тогда кси равняется это, есть объективно переносимые соотношения, это объективно переносимые термы. То есть кси и это объективно переносимые термы, Мультипизации их равны, то тогда вот такое соотношение кси равняется это и есть объективно переносимое соотношение. Девятое утверждение. Значит, если кси это объективно переносимые термы, то тогда кси принадлежат это объективно переносимое соотношение. То есть, если взяли два объективно переносимых терма у одного типизации на бюллиан выше, чем у другого, значит кси принадлежит это объективно переносимое соотношение. И последнее, два. Значит, 10. Если r и r' объективно переносимые соотношения, то r или r', r и r', не r, r, следовательно r' и так далее. Все это объективно переносимые соотношения. То есть, все, что мы можем построить при помощи логических связок. И последнее, что нам нужно, это 11 номер. Это квантеры. Значит, если у нас r удовлетворяет условию обобщенной объективной переносимости, то есть оно, возможно, зависит от t, и объективно переносимого в ситуации, когда t берет себя как объективно переносимый терм, то для любого t, принадлежащего st от x1 и так далее, r объективно переносимые соотношения, и существует t, принадлежащая st от x1, r объективно переносимое соотношение. Вот 11 правил, которые мы с вами построили, подрезюмировав вкратце теоремы, доказанные на прошлом занятии. И теперь, окинув их еще раз взглядом, мы понимаем, что на самом деле эти правила подчинены все одной такой линии. А линия — это возможность вычислить типизацию каждого подтерма, каждого маленького элементика нашей формулы. Если мы берем какую-то формулу, и для каждого ее элемента можем вычислить типизацию, при этом не заходя за ограничение, ну то есть дебуль есть, и мы его можем взять, то получается у нас объективно переносимый терм, либо соотношение. Если не можем по какой-то причине, и либо она не совпадает, нарушаются какие-то вот такие условия, значит это не объективно переносимый. Эти 11 правил полностью определяют синтаксис, синтаксические правила, и правила контроля типов, сказал бы разработчик языка программирования. Как, например, в C или в Java, в типизированных языках, если они вам знакомы. Если мы там пользуемся переменной, мы сначала должны объявить ее, объявить ее тип. Знакома вам эта концепция, да? И вы не можете там, не знаю, сделать что-то с переменной неправильного типа, а не можете строку помножить на число, допустим, да, string на int. Вот, уже компилятор вам скажет, контроль типов нарушен. Вот здесь примерно то же самое. Не примерно, а вообще то же самое. Это и позволяет реализовать, ну, давно уже реализовано, программные продукты, которые контролируют текст родов структур. Они основаны именно вот на этом. То есть здесь полностью задан, в этих 11 правилах полностью, если угодно, задан синтаксис весь, и правила контроля типов, которые соответствуют. Мы по стандартным алгоритмам все это дело, все это дело парсится и проверяется. Но мы должны, прежде чем пользоваться этими программами, понимать, как это устроено и происходит. Рассмотрим пример. Рассмотрим пример. Пусть у нас D принадлежит гулиану от x1 на x2. Давайте я возьму сразу пример какой-нибудь такой подлиннее, попышнее. Значит, выражение. Для любого t1, принадлежащему x1 на x2. Для любого t2, принадлежащему x1 на x2. Так, t1 принадлежит d, и t2 принадлежит d, и проекция 1, t1 равняется проекция 1, t2. Следовательно, t1 равняется t2. Наша задача сейчас не понять, что здесь написано, что означает вот это вот условие. Вообще, мы даже об этом можем сейчас не думать, не пытаться напрячь мозг, понять, что тут. Может, это вообще никакого смысла не имеет. Наша задача сейчас понять, это объективно-переносимое соотношение, либо объективно-непереносимое соотношение. И делается это очень просто. Смотрите, вот у нас квантеры. В квантерах как бы определяются типы переменных. Вот в этих наших 11 правилах мы как раз задали язык. Помните, там есть квантеры, только ограниченные. Для любого t, принадлежащему s какому-то. И вот эти вот выделения, опять же, тоже ограничены. Для любого t, принадлежащего s, такие, что любого t, принадлежащему s, что-то там, какой-то r. Вот здесь вот как бы происходит декларация этих переменных и происходит задание их типов. При этом, если мы уже пользуемся какими-то x-it, то мы уже знаем их типы. Они уже задекларированы как бы самим фактом существования этих x-it. Мы знаем, что их типизация равняется булеану от x-it. И вот таким образом давайте действовать. Значит, сразу пишем. Можно даже взять другого цвета маркер, чтобы было пояснее. Значит, сразу обратим внимание. tau t1. Это равняется x1 на x2. Значит, tau t2 равняется x1 на x2. Это мы здесь определили. Значит, t1 равняется t2. Вот в этом случае. Значит, мы знаем, что tau t1 равняется tau t2. Значит, вот этот вот кусочек сразу же у нас является объективно переносимым. Левее смотрим. Значит, проекция 1 от t1. Какую имеет типизацию? Она имеет типизацию x1. Проекция 1 от t2. Имеет какую типизацию? x1. Опять же, x1 равняется x1. Вот и здесь знак равенства. И значит, все нормально. Значит, теперь здесь типизация t1. Какую имеет? x1 на x2. А какую типизацию у нас имеет d? Булиан от x1 на x2. И здесь t2 имеет какую типизацию? x1 на x2. А d имеет какую типизацию? Булиан от x1 на x2. Опять, здесь стоит значок принадлежности. Здесь одна на булиан выше другой. Значит, здесь принадлежность объективно переносимой. Здесь принадлежность объективно переносимой. Дальше. Они все соединены логическими связками. Все они являются объективно переносимыми. И, наконец, наверху мы можем заключить, что здесь у нас имеются ограниченные квантеры всеобщности. Таким образом, мы с вами доказали постепенно от самых низких подтермов и до самого высокого, мы доказали, что все вот это сложное выражение объективно переносимо. Видите, как просто. Вообще элементарно. И это делается вручную глазами, и это делается автоматом. Я еще один пример приведу, значит, для терма какого-нибудь. Пусть D принадлежит двойному булиану от X1. Можно попроще. Значит, T принадлежит X1, такой, что существует V, принадлежащий булиану от X1. V принадлежит D, и T принадлежит V. Вот такой вот терм. Опять же, как показать, что он является объективно переносимым? Смотрим. Типизация tau от T равняется X1. Потому что здесь у нас слева происходит как бы декларация локальной переменной. Да, это локальная переменная, она используется только дальше в выражении. Значит, здесь происходит декларация V. У нее типизация tau от V равняется булиану от X1. Значит, D. Типизация D, как мы знаем, двойной булиан от X1. А типизация V, как мы определили, это просто булиан от X1. Здесь на булиан выше, чем здесь, значит, знак принадлежности корректен. Здесь, значит, булиан от X1, а здесь просто X1. И опять этот, получается, знак принадлежности корректен. И вся формула является объективно переносимой. И если это у нас XI, то тогда tau от XI равняется, естественно, булиану от X1. Потому что это у нас подмножество X1. Если бы здесь был не X1, а какая-то другая ступень, то мы бы просто взяли эту ступень, приписали к ней слева булиану и получили бы результат. Если бы здесь где-то вместо T и V какая-нибудь A, например, затесалась или B затесалась, то такая формула была бы некорректной. А потому что у нас возникало бы переменное, ну, с точки зрения общей теории, переменное это у нас что? Это у нас базисное множество, да? То есть это бы нарушило у нас объективную переносимость здесь. То есть как только у нас возникает... Поэтому обычно программы типа XTOR или бурбокизатора, которые контролируют тексты родов структур, они не допускают свободных переменных в выражениях термов и соотношений. Но с точки зрения формально абстрактной, свободной переменной это как базисное множество, да? Вы уже понимаете, что базисное множество имеет тип булиан от самого себя. И если здесь подставить булиан от X2, а здесь булиан от X1, вы уже решали эти задачи, вы уже видели, получается, что нарушается объективная переносимость. Потому что мы не отвечаем за такие ситуации. Осталось только лишь расширить набор значков, которые мы используем в наших текстах, рассмотреть их объективную переносимость. И тем самым мы получим, собственно говоря, в руках инструмент, мы получим в руках возможность писать родов структур. Продолжение следует...